Трой! Ты ведёшь беременную женщину по сторонам! Рот в этот рот! Ты идёшь с третьего ряда, объезжал все! Я знаю, я знаю, я знаю! 80-х! Ты тут не был, ты тут не видел, ты чё умничаешь тут стоять? Я тебя засунула! Да давай, суди, суди, суди! Давай, засужи! Чё? В Екатеринбурге вечером на перекрёстке с условным названием МЕРА, что расшифровывается как металургов рабочих, приключился неравный бой. Тяжёлый бездорожник Сан Йонг, спереди усиленный кенгурятником, влетел в водительскую дверь с значительно более лёгкой Лады Приоры, в которой, помимо всех прочих, ехала 23-летняя женщина на 9-м месяце беременности. По счастью, после замеса на вопрос «Как дела?» она ответила «Да пока вроде нет!» и с черепно-мозговой травмой на карете отправилась в больницу, возможно, уже даже рожать. В 8,5 месяцев это не страшно, это нормально. Вот у нас беременная женщина, девушка. Скорая прибыла, певцердор. Вези только, я смотрю. Да, вы везёте какой-то, скажите мне. Какую-то переживаю очень сильно. Она беременная в 8,5 месяцев. А вы с девушкой в машине находились в момент? Нет. А вы родственник? Мама. Я родственник. А что произошло, как, можете рассказать? Я вообще ничего не знаю. Вам позвонили, сообщили? Да, нам позвонили, мы приехали. А кто с девушкой в машине был? Не знаете? Вот сын. Декорация замеса такова. Лада Приора с группой из трёх молодых людей и беременной дамой на борту по улочке рабочих выезжала из цыганского посёлка на более широкую и главную улицу Металургов. Когда на этом перекрёстке не работает светофор, улица рабочих превращается во второстепенку. И пилоты в этом месте ориентируются на знаки свыше. Уступи дорогу, а потом рули направо. Но в этот вечер светофор работал в штатном режиме, потому пилот Приоры ориентировался исключительно на его горящие глаза. И вот когда ему показалось, что пилоты в ортогональном направлении по Металургов уже все встали на красный, он пошёл на поворот. А в это самое время по ближнему ряду на перекрёсток вылетел бездорожный Сан Йонг, пилотируемый Игорем, весшим своих знакомых с праздника. И как это зачастую бывает, возник вопрос. На какой сигнал Сан Йонг выскочил на перекрёсток? На мигающий зелёный, как считает Игорь? Или уже всё-таки на красный, как уверяет атакованный им оппонент? Мы выезжали направо, на зелёный сигнал светофора. Вот эта дура неслась, вон по средам следы по обочине. Объезжал я всех, кто стоял на красный, и прям в нас. Но вы водитель или кто что? Да нет, я водитель. Вы водитель. А что случилось? Расскажите. Выезжали вот с этой, вот перекрёстка получается, направо, на зелёный сигнал светофора. Джип нёсся вот по третьей полосе, красный. Ну не уступил дороги, по-моему. Без комментариев. Я не прямо в ряду, и машина выскочила, я врезал. Он утверждает, что вы на красный проскочили, что он поворачивает направо. Без комментариев. Он бы если поворачивал, я бы ушёл бы сюда. То есть, поражение не видно. Но тут часто машина проезжает прямо, вместо того, чтобы направо поворачивать. Он получается прямо всё-таки на него проехать, или направо поворачивать, не знаешь? Вот я, получается, начать от него поворачивать, я так не понял. Удар произошёл, он ушёл от него ещё. Он далеко уже выехал, получается, да, что ли? Он вылетел нормально. Это вылетел. У вас-то кто в машине был? Пострадали, не пострадали? Все порядка не пострадали. Получается, вот здесь гиб произошёл, да, здесь плохо. Да, у вас. В общем, кто в этой ситуации ехал на красный, а кто не пропустил, будут решать гаишники. Может, у кого-то объявится запись регистратора, которая значительно облегчит работу инспектором. Ну а по факту, после замеса мы имеем в сухом остатке. Пилот Приоры и его беременная пассажирка стукнулись головами о железо и отъехали в больницу. В Сан-Йонге никто не пострадал. Казалось бы, на этом можно и завершить. Но неожиданно на месте ДТП нарисовались люди, у которых в цыганском посёлке баня, и которые каждую субботу на этом перекрёстке рискуют жизнью, тормозят движение, дожидаются доверного и только убедившись, что по металлургов точно все стоят, как врытые, начинают поворачивать. Несмотря на работающий светофор, тут опасно всегда. Ну, просто забор съедает часть информации. Я здесь останавливаюсь, я жду, когда зелёная стрелка налево загорится, и тогда только я выезжаю. Потому что тут снесут из-за вот этой стены, не видно, здесь постоянно эти аварии так происходят. Они же на моргающие едут. И они остановились, полиция, за мной. И знаете, что говорят? Вы, говорит, что, говорит, встали-то, стоите. Ну, сначала предъявите документы. Я говорю, а как я поеду? Говорю, у меня ребёнок сзади сидит. Я не могу выехать. Вы видите, как сломя голову несут? Когда говорю, увижу пешеходный, тогда только поеду. И вот они мне говорят, нет, вы не должны задерживать задних. А как выезжать, если они несутся?